Это Любовь Соболь. Семья главы Рустеха Сергея Чемизова владеет на рублевке недвижимостью, которая оценивается почти в 4 миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщило издание «Проект». Сергей Чемизов – многолетний глава госкорпорации Ростех, член высшего совета партии «Единая Россия» и давний соратник Владимира Путина. А незнакомый еще по службе в КГБ и работе в ГДР. С 1983 по 1988 год я возглавлял представительство объединения «Луч» в Дрездене, а Владимир Владимирович приехал туда в 1985 году. Жили в одном доме, общались и по службе, и по-соседски. Рассказывал сам Чемизов в одном из интервью. После прихода Путина к власти Чемизов стал сначала первым заместителем гендиректора компании «Рособоронэкспорт», а потом ее гендиректором. А в ноябре 2007 года Путин назначил Чемизова главой госкорпорации «Ростехнологии», которую потом переименовали в «Ростех». Это огромная госкорпорация, в которую, например, входят вертолеты России, «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод» и «КамАЗ». Выручка «Ростеха» в 2018 году составила 1,7 триллиона рублей. Чемизов возглавляет «Ростех» более 10 лет. И очевидно, что Путина это руководство устраивает. В 2019 году Путин даже произволил Чемизову звание «Героя России», как написала газета «Ведомости» за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны. В том же 2019 году мы в фонде борьбы с коррупцией выпускали большое расследование про огромную квартиру Чемизова, точнее про квартиру, которая записана на его жену Екатерину Игнатову. По данным расследования, площадь этой квартиры 1434 квадратных метра. И расположена она не где-нибудь, а в самом центре Москвы по адресу Охотный ряд, дом 2. Оценочная стоимость такой квартиры около 5 миллиардов рублей. В сентябре 2019 года Чемизов давал интервью РБК, и его спросили про квартиру. Он признал факт владения квартирой и сказал, что 5 миллиардов – это сумасшедшие деньги, и таких денег его квартира не стоит. А еще что не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить, когда вышло расследование, потому что если ты начинаешь оправдываться, значит ты в чем-то виноват. Прекрасная логика, правда? Выходит расследование про квартиру главы госкомпании, который до этого работал либо на госслужбе, либо в госкомпаниях. Но этот глава госкомпании не считает нужным рассказывать, откуда у него квартира, как он ее купил, на какие деньги, а зачем, когда можно просто не отвечать, ни писать, ни звонить. Еще в этом же интервью Чемизов сказал, что он не занимается накопительством, не складирует деньги в углах, не ведет вычурный образ жизни. То есть квартира на Охотном ряду площадью 1400 квадратных метров – это, видимо, не вычурный образ жизни. А вот если бы еще и деньги в углах складировал, то тогда, конечно. Однако одной московской квартирой Чемизов не ограничился. Сегодня здание проекта выпустило расследование про недвижимость на Рублевке, которое записано на членов семьи Чемизова. В частности, по данным проекта, 74-летняя теща Чемизова Людмила Рукавишникова владеет 8 гектарами земли в деревне Раздоры. Это одно из самых дорогих мест на Рублевке. Оценочная стоимость такого участка, по данным проекта, около 3 миллиардов рублей. Жена Чемизова Екатерина Игнатова, по данным проекта, владеет двумя участками площадью 47 соток в поселке Жуковка-2. Их оценочная стоимость – 233 миллиона рублей. Сын Чемизова Александр, как пишет проект, владеет недвижимостью в рублевском поселке Жуковка-3. У него 29 соток земли и дом площадью почти 690 квадратных метров. Оценочная стоимость такого участка и дома – около 440 миллионов рублей. И там же в Жуковке-3, по данным проекту, находится недвижимость первой жены главы Ростеха Любови Чемизовой – 78 соток и дом в 580 квадратных метров. Только земля оценивается в 250 миллионов рублей. Таким образом, оценочная стоимость недвижимости тещи, жены, сына и бывшей жены Чемизова, который проект нашел на Рублевке – почти 4 миллиарда рублей. Тут вновь хочется напомнить, что Чемизов всю жизнь работал на государство. Служил в КГБ, работал в администрации президента, возглавлял Ростех. У его семьи нашли недвижимость, которая оценивается в миллиарды рублей. Началось ли после этого парламентское расследование? Провел ли Чемизов пресс-конференцию с документами и ответом на вопрос, откуда деньги? Ну, конечно же, нет. В России Чемизов может сказать, что это просто люди хотят пошуметь. Получить уже после расследования про квартиру за 5 миллиардов рублей звание Героя России и работать дальше. В прекрасной России будущего чиновники и главы госкомпаний должны быть подотчетны людям. Их должны назначать, потому что они специалисты, а не только потому что друзья президента. Они должны получать адекватные зарплаты и потом показывать их в декларациях. Еще они должны отвечать на вопросы о своих квартирах, дачах и виноградниках. А не просто говорить, что расследование про них – это все заказ, домыслы или компот. Генпрокуратура попросила смягчить с четырех лет до одного года приговор программисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Константин Котов – активист, который участвовал в различных акциях и пикетах. Например, в шествии 12 июня в поддержку журналистов Ивана Голудова, которому подкинули наркотики. И по делу которого, кстати, недавно арестовали полицейских, как раз по обвинению в подбросе наркотиков. Котову предъявили обвинение по так называемой дадинской статье. Это статья 212.1 о неоднократных нарушениях на митингах, по которой еще в 2015 году первым осудили Эльдара Дадина. И вот по этой статье за неоднократное нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, Котову дали 4 года колонии за участие в митингах 4 года лишения свободы. И это при том, что еще в 2017 году уполномоченный по правам человека Татьяна Баскалькова высказывалась за отмену этой дадинской статьи. А Владимир Путин говорил, что он против посадок в тюрьму за массовые акции, даже если они были проведены с нарушением закона. Прокуратура сначала требовала дать Котову 4,5 года колонии, а на апелляции поддерживала приговор в 4 года. А теперь вот замгенпрокурора называет приговор чрезмерно суровым и просит снизить его до 1 года. Что же случилось? Это потому, что Чайку уволили и назначили нового генпрокурора генерала Игоря Краснова? Или потому, что Путин поручил проверить приговор Котову, и после этого генпрокуратуры увидели, что человек просто за участие в митинге получил 4 года лишения свободы? Надеюсь, что хотя бы сейчас, после поручения Путина, обращения генпрокуратуры и решений Конституционного суда, который постановил пересмотреть приговор, приговор Котову изменит, и он выйдет на свободу. Прекрасная Россия будущего. Суды и правоохранительные органы не должны работать по звонку сверху. Суд должен быть судом и рассматривать дело, исходя из его обстоятельств, а не выполнять распоряжения из Кремля и сажать активистов просто за участие в митингах, чтобы запугать недовольных властью. Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помните, как после отставки правительства Медведева нам рассказывали про перемены, обновления и все в таком духе. Но оказалось, что прежние чиновники не отправлены с позором на политическую пенсию и не стали фигурантами уголовных дел. Они, видимо, в рамках обновления успешно трудоустроены. Вот бывший министр труда Максим Топилин, который нам рассказывал про беспрецедентную розы зарплату, стал председателем правления Пенсионного фонда России. Знаменитый Виталий Мутко возглавил госкомпанию Дом.РФ, которая отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства. Бывший главе Медздрава Веронике Скворцовой досталась должность главы Федерального медико-биологического агентства. А бывший министр культуры Владимир Мединский, который так радовал нас своими цитатами, стал помощником Путина и будет заниматься вопросами координации в исторической и гуманитарной сферах. Или вот бывший министр экономического развития Максим Орешкин стал помощником Путина. Ну а бывший помощник Путина Андрей Белоусов стал первым вице-премьером правительства. Просто символ решительных перемен. Ожидаю стремительных структурных реформ в экономике. Вот-вот и начнутся. Ну а если серьезно, то новых министров назначал Путин, как и предыдущих тоже назначал Путин. Так что если вы ждете какого-то резкого обновления с уходом Медведева и приходом эффективного управленца Мишустина, то, увы, у нас по-прежнему Путин. Прекрасной России будущего должна быть ответственность чиновников за свои действия. Если министр находит женаучную диссертацию, то он должен уходить в отставку, а не получать новую должность в Кремле. А если ответственности нет, а есть только трудоустройство бывших министров на новые должности, то вы можете сколько угодно рассказывать людям про решительные перемены, но люди все равно не поверят. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.